30-шним процентом бумаги Магнитогорского медкомбината, Лукоева, ну, а также на ту же вечину падает Мечил, ну, в общем, Мечил, хотя и металлургическая компания, но понятно, что в Мечиле совершенно там своя история здесь больше влияет уже даже политика, и, как я говорю, о людях, и кредит, и, всего, Мечил. Что касается внутреннего долгового рынка, тут здесь ситуация спокойная, мы видим, что процентные ставки немного продолжают снижаться, но на внешнем долговом рынке, где было такое же мощное ралли, как и на нашем фондовом рынке, как на валютном, сегодня сложно сказать разворот, это не разворот, но и, в принципе, мы видим падение цен на длинные еврооблигации. Если посмотреть на тем акроэкономические данные, которые мы получали, эту сальдо платежного баланса оказалось хуже ожиданий, примерно на 2 миллиарда долларов, это по итогам первого квартала. Заявление Центрального банка о том, что у нас нет никакого сжатия денежной массы, к сожалению, не соответствует действительности. Денежный агрегат в узком определении, на который уж никто, кроме Центрального банка, повлиять не может, эта денежная масса сократилась за неделю, которая закончилась в 3 апреля еще на 70 миллиардов рублей, но при этом сальдо торгового баланса оказалось чуть лучше ожиданий, но сократилось по сравнению с январем. Крепитал с Владимиром Левченко. Премьера в Урант. Там поставили спектакль без политики. Сегодня вечером под Куцов и двое других. Емористическая повесть Аркадия Левченко о дружбе и одиночестве. Почему в театре решили отказаться от злободневных тем? Евгения Смурыгина подробнее. Режиссер Сергей Алдонин известен как апологет эффектной театральности. У него узнаваемый почерк и четкая позиция. Никакой политики. Вместе с Аверченко нужно нести людям только доброе и вечное. Ставить юмористическую повесть подходцев предложил худрук театра Алексей Бородин. Но это было не первое обращение к ней, говорит Алдонин. Я там не предложил театр современник, актеры пришли после какой-то постановки, хотим, чтобы ты стали. Но там чего-то не сложилось. Когда Алексей Владимирович сказал, ну вот, уложи здесь у нас загашники, это прекрасная вещь. На самом деле я другой, я думал, что... Ну, он был абсолютно прав, что вот сейчас как раз не Жекспира, Мольгер и так далее. И сейчас нужно вертся, ну да. Я попытался полностью исключить политику и эти постановки. И сказать о том, что мы все любили. Веси на сцене, как у Аверченко, происходит в 17-м году. Некоторые называют Подходцева идейным приквелом трехтоварищей Ремарка. История одной дружбы в декорациях исторических перемен. О своих ассоциациях говорит критик журнала Афиша Алексей Киселев. Это Джейфс Устер, такой, в условиях революционной России. Вот. А вообще трехактный спектакль довольно навязчивый, такая компиляция эффектов, карнавальная, простая, со смешными костюмами. Вот единственное, что, в принципе, это для искушенной публики. Там будет все понятно в первые пять минут. В принципе, смотреть там будет нечего. Тогда как спектакль длится ни много, ни мало три акта. И все-таки в финале происходит действительно некоторое открытие невербальное, действительно, которое представляет хоть некоторый такой небанальный интерес уже. Билеты на Подходцеву почти разобрали, однако в интернете еще можно найти варианты. Например, одно место в 13-м ряду портера обойдется всего в тысячу рублей. Евгения Смойгина, Бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok